Ну что ребят, привет! Сегодня мы рассмотрим Android TV прошивку для Minix U22XJ. Наконец-то до него добралась Android TV прошивка и сделаем вывод. Стоит ли вообще покупать этот Minix в конце, потому что мы тему Minix на своем канале хотим закрыть навсегда. Поехали! Вы знаете, дело в том, что вот ситуация какая. Minix стартанул хорошее железо с очень кривым программным обеспечением. И целая дилемма была. То одно не работает, то автофреймрейт, то рут отваливается, то каждая прошивка ухудшает положение самого Minix. Наконец-то X-Wortex выпустил прошивку, свою фирменную прошивку X-Wortex для Minix U22XJ на базе, честно говоря, устаревшей прошивки, которая еще более-менее работала. В принципе, получился неплохой аппарат, но дело в том, что цена в 170 долларов и те проблемы, которые остаются в этой прошивке, например, нет 5.1 звука через SPDIF, и которую до сих пор никак не решили, плюс практически не работающий Dolby Vision, для нас остается основополагающий. То есть есть проблемы, есть прошивка, есть цена в 170 баксов. И зачем платить, например, за Minix U22XJ, если можно, например, заплатить дешевле, например, в районе 120-130 долларов за Yugus M6, либо за Beelink GT King Pro, либо на другую подделку на S922X процессоре, и они будут лучше, качественно лучше с теми прошивками, чем этот Minix U22XJ. Но не столь суть дела, мы с вами рассматриваем именно сегодня эту приставку и будем с вами устанавливать, вернее, нет, мы уже установили прошивку. Прошивается она очень элементарная, как бы у нас есть видео о прошивке всех Amlogic процессоров. Ссылка на прошивку лежит в описании под видео. Советую донатить Vortex, потому что он разрабатывает прекрасные прошивки. Ну и, конечно же, ссылка на первичный обзор и вообще на сам Minix, на проверенного продавца, лежит тоже в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые правдивые, самые интересные, самые крутые обзоры смарт-TV-боксов, гаджетов, девайсов, программ и участвуем в акциях. Ссылка на устройство очередной акции лежит в описании под видео, но сейчас поехали. Значит так, начинаем мы сразу с обзора интерфейса. Интерфейс абсолютно стандартный для Android TV-платформы. Используем мы с вами PULT G20S в паре с этим смарт-TV-боксом. Цель проверить конкретно работоспособность прошивки. Нажимаем сразу на голосовой поиске, пробуем голос. Голос, самый лучший фильм. Голос у нас сработал, то есть в прошивке голосовая функция доступна. Она ищет во всех доступных приложениях. Далее у нас здесь прошит, установлен изначально из коробочки смарт-YouTube-TV в паре со смарт-YouTube-бриджем, для того, чтобы мы могли с голосового поиска с вами получать доступ к контенту YouTube. Проверим DRM-INFO, для того, чтобы понимать, что тут слетела или не слетела какая-нибудь сертификация. Итак, поддерживаем мы HDR-типы HDR10 и HLG. Есть у нас Widevine L1 Security Level. И CNC Clear Key. Все, все, что у нас есть. Больше ничего внизу у нас нет. Сразу обращаем внимание на меню. В меню у нас есть о прошивке. Мы видим, что это Neo U22. Как мы видим, автор мода Vortex, версия Android 9. Основана на 003 прошивке. Дело в том, что после нее уже было две прошивки, достаточно неудачных для Minix X22. То есть 003 это последняя стабильная прошивка. В разделе экран TV Dolby Vision у нас опять все так же работает коряво. То есть включает неправильно Dolby Vision. Включает его просто на постоянку. На этом все заканчивается. Есть фирменные настройки Vortex, которые позволяют получить root-права, например, в Silent режиме. Системные панели, показатели скрыть, показать навигационную панель. Есть информационная панель, которая отображает, допустим, температуру, нагрузку, частоту и загрузку процессора. Включим текстовые значения. 33 градуса. Это реальная температура в состоянии простоя, где то, что она действительно не греется. Есть у нас встроенный автофреймрейт, АФРД. АФРД у нас абсолютно рабочий демон. Есть вариант настройки картинки, рабочий самбо-сервер, настройки отладки. Есть каст-ресивер для передачи изображения со смартфона. И Viper for Android FX, то есть для настройки различных вариантов звуковых эффектов. AIDA64 нам говорит о том, что это действительно Neo U22 4х32, центральный процессор Cortex-A73, 4 ядра по 1.7 и 2 Cortex-A53 по 1.8 ГГц. Это S922 X. Кстати, вот опять же у меня здесь напрашивается вопрос, зачем покупать за 170 долларов 1.7 Proc, если можно купить дешевле, там, в районе 130-140, допустим, UGUS M6 Plus на 2.2 Proc. Или даже тот же самый HADOS VM3 на A311D на 2.2 Proc. То есть, вот знаете, вот как-то чересчур они себя переоценили. Из системных тестов мы с вами проведем еще спид-тест. Дело в том, что троттлинг-тест нет смысла проводить. Она не троттлит 34 градуса, максимум, что она нагревалась в самой большой нагрузке 56 градусов. И этот подтвержденный факт еще в первичном обзоре можете посмотреть, несмотря на то, что она там выглядит, конечно, не очень красиво. Но троттлинг-тест мы берем оттуда. Также у нас есть с вами шторка, абсолютно рабочая, которая похожа хоть на шторку, а не то, что у них было до этого. Подключим приставку к 2х2 MUMMO роутеру. Стартуем. Wi-Fi 5 ГГц у нас показывает шикарные результаты в районе 360-370. Давай, 380 вытянешь. Давай, 380 мегабит на загрузку. Это мега, это такой овер-охренительно. Вот так вот я это называю. 380 на загрузку и 271 на выгрузку. Это при использовании очень хорошего роутера. Подключим его на 2.4. Значит так, на 2.4 на роутеры Wi-Fi 6 он не подключается, а не подключилось. Стартуем. И 2.4 показывает результаты намного выше среднего. Это порядка 100 мегабит на загрузку. 95 на, давайте, на 96. Или чуть-чуть меньше. Вот как-то 2.4 все-таки гуляет. Не люблю 2.4 диапазон. Для ТВ-бокса это, конечно же, наказание. Но то, что это крутые результаты, это факт. Давайте с вами подключим LAN RG45. Смотрим, сеть у нас подключилась. Поехали. Ну и здесь чистый гигабит. Больше 800 на загрузку. И где-то столько же будет на выгрузку. Поэтому тут как бы у нас претензий нет. 821 на 812. С этим действительно миник справляется очень хорошо. По троттлинг-тесту мы с вами уже поняли, что мы его не трогаем. Там тоже все идеально. В оригинальном обзоре смотрим эти все оригинальные штуки. По производительности для игр мы можем сказать, что Vice Storm Extreme набрал максимум. И 21278 Vice Storm Unlimited. Это тоже очень хорошие результаты. На ней можно достаточно неплохо поиграть в Android TV игры. Переходим с вами потихонечку к мультимедийке. Именно прошивку оцениваем в таком варианте. Подключим с вами жесткий диск. Вернее SSD диск, который у нас есть. Знаете, что плохо? Что у нас вот этот вот USB 3 реализованный через хабы. Вот это вот очень плохо. Так, USB накопитель подключен. Идем в файл Explorer и пробуем. Для начала попробуем, как у нас со звуком заработало это все дело. Dolby Digital Plus пробуем. Давайте сначала через стоковый проигрыватель. Потом попробуем в режиме PASTRU. Так, через стоковый проигрыватель 5.1 звука нет. Давайте пробовать через другой какой-нибудь. А, какой другой? Давайте коди устанавливать. Что делать? Коди и VLC будем сейчас пробовать. Идем в Google Play Market. Пробуем через VLC. Давайте в режиме сквозного проброса звука. Dolby Digital Plus заработал. Есть, ну, Dolby True HD. Я как бы не питаю надежд. Dolby True HD есть. На секундочку. Это хорошо. DTS 5.1 ядро есть. И DTS HD Hi-Res нас интересует. Давайте пробуем. DTS HD Hi-Res есть. У нас появился True HD звук. Мы с вами еще должны попробовать проигрывание тяжелого фильма. Допустим, 68 гигабайт через стоковый проигрыватель. Насколько он сможет его проиграть. 4К 60 FPS фильм. Все отлично. С учетом того, что здесь есть АФРД, то, в принципе, нормально работает. Все. Он воспроизводится. Тут как бы у меня вопросов нет. Слушайте. Ну, что же нам еще проверить? Давайте проверим проигрывание торрентов онлайн. Единственное, что меня еще интересует. Может быть, какую-нибудь игру запустим. Но Android TV прошивка здесь рабочая. Полностью рабочая. Выберем по качеству. Давайте 4К HDR и Ultra USB Blu-ray диск Remux. Давайте проект Silla 2160. Запускаем. Поехали. Пошел коннект на сервер на TorServe. Ждем появления пиров, если они есть. Они есть. И пошел набор скорости. 6-11 мегабайт в секунду. Это достаточно для проигрывания любого контента фактически. Вверху у нас убирается спокойно уведомление. То есть, для того, чтобы оно не мешало отключить уведомление. Все. Фильм воспроизводится. Можем попробовать матануть на такой скорости интернета. Оно будет проматывать практически мгновенно. Да. Перематывается торрент у нас. Все воспроизводится. Хорошо. С торрентами у нас все отлично. То есть, прошивка действительно хорошо работает. Есть 3HD звук, но нет 5.1 звука через оптический выход. Это факт. В коде насчет звука мы сейчас посмотрим, будет ли там 3HD звук. Да. При подключении ресивера Harman Kardon мы увидели, что здесь есть DTS HD, 3HD. Поэтому, как бы, с коди у нас тоже вопросов нет. Мы в коде с автофреймрейтом сможем проигрывать фильмы правильно, с хорошим HD звуком. Что же мы сейчас еще сделаем? Мы подключим с вами геймпад. Попробуем какую-нибудь одну игру. Я думаю, этого будет более чем достаточно. Для того, чтобы понять, что на ней можно еще и поиграть во что-то. Подключаем геймпад. Подключили наш геймпад. Давайте включаем любую игру. Стандартно Asphalt 8, потому что он достаточно тяжелый. Для смарт-эвбоксов. Он, конечно, выводит их из себя. 43 градуса. Вот по температуре действительно классно. Вот, ну, что есть, то есть. Вот Wi-Fi классный. Но вот была бы нативная хорошая прошивка. Давайте, Race Now через мини-гейм. Поиграем, попробуем, что же он из себя представляет. Неплохо. Неплохо на этой прошивке, но хуже, чем Yugusa M6. Вот реально. Когда мне говорят, что там звук лучше в Minix, за счет чего? Там цифры передаются, как он может быть лучше. Звук зависит, когда передается цифра. Звук зависит от конечного воспроизводимого устройства, декодирующего. Давайте. Потому что Minix не является декодирующим устройством в данном случае. У него нет ни ЦАПа, ни преамплифера. Поэтому, ну, как бы о каком хорошем звуке мы можем говорить. Но то, что на этом достаточно комфортно играть, это факт. Это факт. То есть, за 170 долларов можно получить неплохую приставку, но я думаю, что можно получить немножечко лучше, скажем так, приставку. Это даже не немножечко. С учетом того, что прошивка будет более интересная. Готов пройти, прорезюмировать эту самую прошивку Android TV. И, дабы не рассусоливать наше дело, переходим. Слушайте, ребят. Действительно, мне понравилась прошивка. Температура при игре Asphalt 8 43 градуса. Прошивка действительно хороша. Это пока что единственная нормальная прошивка. Я думаю, что будет еще больше со временем. Но основной минус это отсутствие нормальной поддержки производителя. И вы с этим столкнетесь. То есть, рассчитывать на обновление прошивки, на более нормальной прошивке не стоит. То есть, вот сделал Vortex, пользуемся. Возможно, он еще сделает на более новую. Но если там не будет рут прав, то колупаться и делать рут права в каких-то более новых прошивках никто не будет. Это не выгодно никому. Поэтому наше мнение, что Minix на этой прошивке имеет право быть. Мы его рекомендуем. Он даже попадет в топ-5 наших устройств. Over 100 именно на этой прошивке. Но мы бы советовали обратить внимание на более интересные варианты за деньги поменьше, чем стоит этот самый Minix. Ну а в целом, если вам нравится то, что мы делаем с нами пальцы вверх, если нет пальца вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Minix U22XG на Android TV прошивки от Vortex на канале Технозон. Пока, ребята. Пока, ребята.